ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ 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 ОМ НАМО БХАГАВАТЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ПИТАЕТСЯ ОСТАТКМИ ЖЕРТОПРИНОШЕНИЯ И СКУПАЕТ СВОИ ГРЕХИ А ТОТ, КТО ГОТОВИТ ПИЩУ ДЛЯ ПОДЕРЖАНИЯ СОББСТНОГО ТЕЛА ВМЕСТЕ С НЕЙ ПОГЛОЩАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ГРЕХИ, ВЛЕКУЩИЕ ЗА СОБОЙ БЕСКОНЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ ВСЕ БЛЮДА, КОТОРЫЕ ЯДОВЫ ПРИГОТОВИЛИ И ПОДНЕСЛИ БРАМАНОМ В СВЯТОМ МЕСТЕ ПРАБАСА БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕННЫ ЛИЧНОСТИ БОГА ВИШНУ ЯДОВЫ С ИСКРЕННИМ ПОЧТЕНИЕМ ПОКЛОНИЛИСЬ БРАМАНОМ, КОСНУВШИСЬ ГОЛОВАМИ ЗЕМЛИ «Стремление сотрудничать с другими классами и со словами общества в совместном служении с детства прививалось членам рода яду, как, впрочем, и представителям любой другой культурной семьи и ведического общества, и потому путь к совершенству был открыт для них». Следует также обратить внимание на употребленное в данном стихе слово «урурасам». «Из зерна, овощей и молока можно приготовить сотни изысканных блюд, все эти блюда относятся к у неблагости, и потому их можно предлагать Личности Бога». Как сказано в Бхагавадгите 9.26, «Господь принимает только те блюда, которые приготовлены из плодов, цветов, листьев и воды». В оригинале комментария Шилпропадных говорится «жидкости». «И только от человека, искренне отдающего себя предному служению». «Предность — это единственное, что необходимо для того, чтобы Господь принял наше подношение. Господь заверяет нас в том, что Он всегда пробует пищу, предложенную Ему преданными. Таким образом, ядовы были во всех отношениях просвещенными высококультурными людьми, и браманы прокляли их только потому, что того желал Сам Господь». Это событие должно послужить предостережением для всех, кто так или иначе сталкивается с браманами и вайшнавами. Сталкивается, опять же, не совсем может быть удачный выбор переводчика в русском переводе о комментариях Шилпропады. Не сталкивается, а встречается или соприкасается с ними. Я сейчас посмотрю, как Шилпропады, какое слово Шилпропады употребляет. Да, здесь вообще слова «сталкиваться» нет. В оригинале говорится «The whole incident was a warning to all concerned that no one should behave lightly with Brahmanas и вайшнавам». Слово «сталкиваться» в оригинале нет. А есть предупреждение Шилпропады о том, что не следует вести себя легковесно по отношению к браманам и вайшнавам, когда мы встречаемся с ними. Потому что сталкиваются с браманами и вайшнавами многие, но обращаться нужно с ними очень-очень бережно и очень сознательно. И Шилпропады завершает свой комментарий этим предложением. «Это событие должно послужить предостережением для всех, кто так или иначе, мы должны сказать, соприкасается с вайшнавами и браманами. Вольности в общении с ними чреваты очень серьезными последствиями». Так заканчивается комментарий Бхактивиданта в третьей главе, третьей песни Шимадбхагаватам, которая называется «Игры Господа за пределами Вриндавны». Я словом прочитаю текст и перевод. Затем они поднесли браманам изысканные блюда, до этого предложенные Личности Бога, и с почтением припали к их стопам, коснувшись головами земли. Их поведение было безупречным, а жизнь проходила в заботах о коровах и брахманах. «Игры Господа за пределами Вриндавны» «Игры Господа за пределами Вриндавны» «Игры Господа за пределами Вриндавны» Очень емкий и очень важный комментарий к этому очень важному стиху Шилы Привупады. И Шилы Привупады в самом первом предложении, фактически в самых первых предложениях объясняет, что потомки династии Яду, которые являются сейчас героем повествования, были в высшем степени культурными и совершенными людьми. И сразу же Шилы Привупады в втором предложении говорит о трех принципах цивилизованной жизни. Вообще само понятие цивилизации и цивилизованности весьма неопределенное и неясное для современных людей. Они привыкли к мысли о том, что они живут цивилизованной жизнью, но как сам Шилы Привупады делал регулярно в беседе с такими современниками нашими, с его современниками, спрашивая, в чем, собственно говоря, ваша цивилизация. И на поверку оказывалось, что они не могут дать даже определение цивилизованности. На поверку оказывалось, что в их определении цивилизованность означает дело все очень сложно. В высшей степени сложно. И Привупады подсмеивался. И не то, что он иронизировал, но он глубоко сопереживал и сочувствовал людям этой так называемой современной цивилизации, в которой самые простые вещи становятся очень сложными. Он приводил в пример свою жизнь в Нью-Йорке, в самом, пожалуй, известном городе мира, в самом цивилизованном, в самом развитом технологически, или в одном из самых развитых технологических городов, говоря еще тогда, что вот мы живем здесь, и в Нью-Йорке, и в некоторых людях, людей в квартирах, не даже душа. Для того, чтобы помыться, самая естественная, базисная потребность человека – это помыться, привести себя в порядок, и потом уже заниматься какими-то своими делами. Но для того, чтобы помыться, без этого важного элемента жизни человека, все другие его дела в течение дня фактически не мыслены в ведической цивилизации. Если не помыться, невозможно было вообще ни к чему прикасаться, ни с кем общаться, ни выходить из дома даже толком. Но Шрила Прабхупада говорил, что сейчас в этом самом современном городе люди даже не имеют души, не имеют возможности помыться. Они приходят раз в неделю к какому-то своему знакомому, чтобы помыться там у него или у нее. И точно так же все другие аспекты жизни, общества, в котором мы находимся, на поверку оказываются весьма и весьма сложными, непонятными. И Шрила Прабхупада также задавался вопросом, а в чем цель? То есть люди не знают, в чем цель, и они, соответственно, эту цель подменяют какими-то другими целями, весьма труднодостижимыми. И для того, чтобы достичь этих ненужных и труднодостижимых целей, которых на санскрите называют анардхи. Анардха, слово ардха на санскрите означает три вещи. Ну, в основном, то есть много значений, но три основных значения. Это цель, ценность и смысл. И если вдуматься в это словарное определение слова ардха, то оказывается оно очень глубоко, очень мудрое. То есть цель должна быть осмысленная, и она должна быть ценной. Тогда эта цель достойна к тому, чтобы к ней стремиться. Сам факт того, что мы для себя какую-то цель определили, еще не делают ее ардхой, согласно витческой культуре. Цель есть у всех. У животных, у птиц, у зверей. У всех есть цели какие-то. Но стоящие ли это цели? Нет, это другой вопрос. И над этим задумываться может только человек. Как об этом говорит, опять же, задавая цель всему Шимадбхагаватам, цель, вернее, литературной деятельности Вьясаддевы, придавая ценности смысла его жизни. Нарадаму не говорит первые песни Вьясаддевы, в беседе с Вьясаддевой, что только такая цель достойна человека, а заслуживает усилий, это цель только такая, которая выходит за рамки материального мира, которую невозможно найти, даже если обойти материальный мир сверху донизу. Вот такая цель достойна человека. И только она доступна человеку. И Прабхапада поэтому говорил, что цель-то в чем? Это цель ваша, которой вы стремитесь, это покупать зубную, губную помаду, как он пишет в Шимадбхагаватам, за полдоллара за штуку. Но сейчас они стоят по 50 долларов, наверное, за штуку. Тогда Прабхапада говорит, в чем цель? И когда люди не знают эту высшую цель, которая выходит за пределы человеческой, материального опыта, и поэтому стремление, которое может вывести человека за рамки материального опыта, за рамки материального мира, они разменивают свою жизнь на бесполезные ценности. Как Прабхапада также в английском оригинале своего комментария на Бхагаватам говорил, unnecessary necessity, что означает ненужные нужности, или ненужные нужды, или непотребные потребности, можно так перевести. И поэтому они превращаются в анардхи. Это цель, так называемая цель человеческой жизни, становится анардха, бесполезной, бессмысленной. И ненужной. Я сегодня слушал лекцию по Шима Бхагаватам, вернее, даже не лекция по Шима Бхагаватам, это беседа Шилы Прабхапада здесь, в Майяпуре, ровно 48 лет назад, в этот день, 29 февраля, Шилы Прабхапада беседовал со знаменитым, ставшим потом знаменитым своим собеседником, Богом Коэном, который впоследствии стал его учеником, Браматиртой Прабхум. Я немного знаком с ним, он очень активный участник различных научных и философских обсуждений в ИСКОН, и он также принимает участие в работе важного органа ИСКОН, который называется ИСКОН Резолф. Это отдел, который создан для того, чтобы предотвращать разногласия между преданными с помощью диалога и взаимопонимания. И этот молодой человек тогда, Боб Коэн, задавал Шиле Прабхападу очень глубокие вопросы про Прабхападу, не нравилось проводить с ним время в беседах, потом эти беседы стали изданы, были изданы в качестве книги, совершенные вопросы, совершенные ответы. И вот сегодня Шиле Прабхапада поменял формат их беседы и сказал, ну вот ты мне обычно задаешь вопрос, а теперь я тебе буду задавать вопрос. Что такое освобождение? Он спросил у Боба Коэна. И тот, будучи философом, преподавателем, он преподавал в колледже и считался достаточно образованным человеком, задумался, говорит, я не знаю. И он затем сказал фразу, которая ему показалась разумной, но которую Шиле Прабхапада сразу выставил как глупую. Он сказал, если бы я знал, что такое освобождение, я бы достиг его быстрее. На что Прабхапада сразу возразил, сказав, если бы ты знал, что такое освобождение, ты бы достиг его. Быстрее или медленнее – это вопрос знания. Ты не можешь достичь освобождения в принципе, если ты не знаешь, что такое освобождение. Медленно или быстро – это уже не вопрос даже. Если ты не знаешь, что такое освобождение, ты не можешь его достичь. Точка. И Шрилл Пропада в своем обыкновении привел замечательный пример, который прозвучал сегодня. Он сказал, так же, как поезд, например. Если ты не знаешь, куда едет поезд, тот ли это поезд, на который тебе нужно сесть, то нет смысла спрашивать, быстро он движется или медленно, вовремя идет по расписанию или нет. Вначале нужно удостовериться, что поезд едет туда, куда нужно. Он сказал ему, и Бубу Коину уже невозможно было ничего на это возразить. И точно так же с этим Пропада стал задавать ему вопрос. Ну хорошо, а в чем, что такое благость? Что такое честность? Он спросил у него. Буб Коин сказал, опять же, что-то, что, наверное, вызовет согласие у большинства современных людей. Он сказал, честность означает дело то, во что ты искренне веришь. Пропада говорил, нет, это глупость. Вор тоже делает то, во что он искренне верит, но это не делает его честным человеком. Он вор, хоть и искренне верит в то, что он делает. Честность означает знать, кому все принадлежит. Шел Пропада также дал определение освобождения. Он сказал, освобождение, мы знаем точно, что это такое. Муктирхидваниадхаарупамсварупенавьявастхитих. Мукти означает, или освобождение, избавиться от всех материальных отождествлений и обрести и снова свою изначальную вечную форму в духовном мире. Вот что значит мукти. И никакого другого определения мукти нет. Все другие определения мукти, или освобождения, неправильные. И вот точно так же, продолжая свою совершенно гениальную проповедь в этом комментарии Шел Пропада, сводит все совершенство человеческой культуры, цивилизации, принцип цивилизованной жизни, он сводит к трем простым принципам. Они кажутся даже примитивными. Кому-то может показаться, что так посмотрев на эти принципы, мы окажемся, и применив их к нашей жизни, мы окажемся снова в каком-то аграрном, примитивном обществе, допотопном. Он говорит, чтобы достичь совершенства, необходимо следовать трем принципам цивилизованной жизни. Первое – защищать коров. Второе – поддерживать браманическую культуру. И третье – самое главное – стараться стать чистым преданным Господу. Вот так он говорит. Вот и все, вся цивилизация. Подождите, а где же здесь интернет, где же здесь гаджеты, где здесь нефтеперерабатывающая индустрия, где все, то, что мы считаем самолеты и пароходы, и машины. Где это все? Где в этом определении цивилизованной жизни вместо всему этому то, что мы считаем цивилизацией? Ответ – нигде. Нигде. Однако, я сейчас был в Австралии, перед тем, как приехать в Майпур, и там в течение долгого времени пытался слушать Макунди Махараджа. И Макунди Махарадж очень глубоко и очень серьезно интересуется темой самодостаточности, самодостаточного поддержания общин, и сельскохозяйственных общин, и наших ферм, и вообще в целом экономики, которая построена на совсем других принципах. И помимо его ежедневного изучения книг Шиллупрупада, он читает их по два-три часа в день, вернее, преданный читает ему книги Шиллупрупада по два-три часа в день. За то время, что я там был, у него Макунди Махарадж таким образом прослушал, внимательно изучил все читание Чиритамриту, и также практически весь Нектар Преданности. И сейчас он снова вернулся к Шиллупрупаду, вот так он по кругу все эти книги Шиллупрупада читает. И параллельно с этим Шиллупрупада Макунди Махарадж также изучает эту тему, очень важную тему, о том, как люди могут жить самодостаточно, независимо от того, что мы считаем цивилизацией, что так прочно входит в нашу жизнь, и завоевывает все больше и больше места в ней для себя. И все меньше и меньше места остается для жизни, собственно, как таковой. И к чему я все это говорю? Что несколько статей, которые он читал, научных глубоких статей, написанных на Западе и также в Индии, серьезными учеными, экономистами, социологами и так далее, показывают, что единственной альтернативой современной цивилизации, которая, прападок говорит, катится в ад, они используют другую теминологию, они говорят, что эта цивилизация стремится к самому низкому потенциальному уровню существования, она нестабильна и стремится к саморазрушению. Но это, в принципе, одно и то же. Ад — это место, где не нужно прилагать никаких усилий для своего поддержания. Там за тебя все делают. И очень хорошо делают, надо сказать. Единственное, что нужно тебе там делать — это быть. И даже умереть не можешь раньше времени. Вот это ад. И вот туда касается современная цивилизация. И эти ученые в один голос, ученые из серьезных институтов и университетов Запада, серьезные ученые-экономисты Индии и много других ученых, чьи статьи ему Кунда Махараш читал или просил прочитать ему, очень серьезно их изучал, говорят в один голос о том, что единственная альтернатива современной технологической цивилизации, построенной на истощении, эксплуатации природных ресурсов, является цивилизацией, которая основывается на коровах. И вот одна из статей, которую я помню, на моей памяти Макунда Махараш прочитал, была статья одного ученого-индийца, который показывал, как все потребности человека, там он выделяет шесть различных потребностей пропитания, здоровья, транспорт, экономическое, то есть воспроизведение энергии и социальной структуры, там я какие-то еще могу забыть, но суть в том, он перечисляет все шесть направлений потребностей общества, потребностей, которые есть в каждом обществе. И он показывает, как, на примере Индии, как все они совершенно образом осуществляются, если в центре экономических, питательных или продовольственных, транспортных и прочих, и других потребностей цивилизации находится корова и ее защита. И оказывается, что если защищать коров правильно, если делать это правильно, если ставить ее место в центр общества, тогда все другие сферы жизни человека гармонизируются. Они, может быть, не гармонизируются так, как мы привыкли это делать. По нажатию кнопки мы получаем то, что нам необходимо, и по клику мышки смотрим то, что нам необходимо, или, может быть, даже смотрим совсем не то, что нам необходимо. Вот все это приходит к нам в таком простом виде, не требующим от нас никаких усилий, только деньги платим. Но гармонизация, которая достигает общество, в центре которого находятся коровы, совершенно другая, иная. Эта гармонизация начинает глубоко проникать в саму психологическую сферу человека. Она оздоравливает человека, потому что приучает его к тому, что нужно быть трудолюбивым, нужно быть ответственным, нужно быть порядочным. Ответственность что означает? Это означает, что человек ведет себя так, чтобы, принимая во внимание, как его поступки или ее поступки отразятся на интересах других людей. Вот это называется ответственностью. Такой человек становится очень конструктивным, он начинает бережно относиться ко всем, потому что осознает свою взаимозависимость от всего окружающего. И самое главное, постепенно оздоравливается его внутренне, интеллектуальная, духовная, ментальная и физическая сферы. Все это приходит в одновесие просто потому, что он прилагает сознательные усилия, правильным образом делая, защищая коров, поддерживая их существование, делая все, что необходимо для их просветания и строя свою жизнь вокруг интересов Кришны, интересов коров и браманов. Вторая вещь, о которой здесь говорит Шилаппадо, поддерживает браманическую культуру. Защита коров обеспечивает человека экономически, и браманическая культура тесно связана с защитой коров, обеспечивает человека всем необходимым для его или ее социальной жизни, совершенной социальной жизни, в которой есть, опять же, очень важная вещь, есть люди, которым ты можешь безоговорочно доверять. Шилаппадо, опять же, своим удивительным умением по одному, кажущемуся совершенно незначительным признаку, мог определять состояние всего организма, всего общества в целом. Как он приехал в Россию, например, и по одному этому диалогу с молодым русским советским юношей, с молодым человеком Анатолием Пиняевым, мог понять, да, эти люди на самом деле готовы принять сознание Кришны. Привел пример, как по озернушку риса в кастрюле можно определить, готов рис или нет, раздавив его между пальцами. Точно так же по одному этому молодому человеку Анатолию Пиняеву, правопаду, сказал, да, эти люди в Советском Союзе готовы принять сознание Кришны. И точно так же однажды в своей лекции, по-моему, пару раз этот пример повторил, однажды в своей лекции я слышал, как Анатолия Пиняеву прилетев откуда, и сказал, вот мы были только что в аэропорту, мы пролетали через такой-такой-такой-то город, проходили службу досмотра при посадке в самолет. И тогдашний досмотр был несравненно более щадящим, чем сейчас. Вот сейчас досмотр очень-очень строг. И там просвечивают, просматривают, ощупывают и заставляют все уложить из карманов. Ну, все знаете, что это такое. Кто хотя бы раз летал на самолетах сейчас. Тогда он был гораздо более лояльным, так сказать. Но, тем не менее, всех пассажиров досматривали. И Шевелопропада извлек из этого факта, с которым мы свыклись. Это часть нашей цивилизации, да? Все досматривают на самолет. Понятно, почему. Потому что кто-то может быть террористом. Но какой вывод сделал этого Шевелопропада? Удивительный. Посмотрите, как он смотрит на вещи. Как смотрит на вещи, чистый, преданный. Который является совершенным представителем этой духовной культуры. Он говорит, то, что досматривают всех при посадке в самолет, означает, что система образования в обществе не работает. Как можно сделать такой вывод? Система образования в обществе не работает, потому что все досматривают. Павропад говорит, да, потому что они не знают, кому можно доверять. Кто мошенник и негодяй, кто террорист, а кто безупречно честный человек, которого можно даже не досматривать. Раз каждый может быть негодяем, как бы он ни был одет, какой бы культуре он ни принадлежал, какой бы диплом у него ни лежал в кармане, если каждый может быть негодяем, это означает, что эта система образования бесполезна, потому что она не меняет людей. И вы не можете предсказать заранее, кто из этих людей с дипломами Гарварда и Оксфорда и всех остальных престижных университетов будет порядочным человеком. Это означает, что система образования не создаёт людей с идеальными качествами, безупречных и порядочных, на которых можно положиться, не вопрошая, не оспаривая, не сомневаясь в их качествах. А это означает, что системы образования нет, как таковой. Есть просто перекачка информации из одних мозгов в другие. Вот что это такое. Но браманическая культура означает, что есть люди, которым все безупречно доверяют. Это браманы. Если браман говорит, да, это да. Если браман говорит, нет, это нет. Если браман говорит, не знаю, то это не брама, перефразивая известную шутку. На самом деле не так. Конечно, браман может сказать, не знаю, но он будет знать, где узнать. Браман, как и врач, должен знать, должен знать свою компетенцию, должен также знать границы своей компетенции, не обманывать других, говоря, чтобы сохранить свой престиж, что я знаю, когда на самом деле он не знает. Вот однако браманы в те времена знали практически все. Их часто сравнивали в Шимадбхагаватам с полубогами. Браманов называют Дева Мая, Випрага, что означает воплощение всех полубогов. А вернее, прошу прощения, нет, он называется Веда Мая, Веда Мая, Випрага, что означает Брама, воплощение всего знания, всех вет. А царь, его называют Дева Мая, Випрага, он является воплощением всех полубогов. Вот поэтому это браманическая культура, в которой браманы в обществе живут, во-первых, что тоже очень важно, и, наверное, самое важное качество браманической культуры – это не только люди, знающие веды, но также они ведут себя в соответствии с этим пониманием безупречным образом. Просто по их поведению можно понять, что веды говорят, даже не слушая их. Поэтому в Махабарате говорится о том, что такие принципы религии находятся в сердцах великих душ. Махаджана, Янагатаса, Пантага. Просто изучением вед или логикой, или слушанием различных мудрецов невозможно понять, в чем заключаются принципы дхармы. Однако принципы дхармы кроются в поведении великих душ и воплощаются в них также. Когда они ведут себя, можно точно понять, как нужен вести себя порядочный человек. Как Шила Прабхупада, опять же, отличался безупречным поведением, хотя он был совершенным трансценденталистом, который, как мы знаем из Шима Бхагаватам, не подчиняется уже, не то, что не подчиняется, а выходит за рамки различных предписаний вед. Он уже находится над уровнем, на котором человеку нужно следовать ведическим предписаниям для того, чтобы возвышаться. Такие трансценденталисты уже возвышались. В 11-й песне Шима Бхагаватам говорится, что они, такие души, которые поднялись над тримагонной материальной природой, как Шила Прабхупада, уже выходят за рамки материального существования и предписания вед. Господь Кришна сам говорит об этом, что когда человеку появляется два качества, это первое — привязанность или вера в слушание повествования о Кришне, и второе — это присыщение материальными чувствными наслаждениями, выражающиеся в неверии в чувственные наслаждения как цель жизни. Вот такой человек уже, согласно Господу Кришне, может перестать следовать ведическим предписаниям как основной опоре в своей жизни. Ему уже есть на что опереться. Он может опереться на слушание Кришны Катхи и на свое неверие в материальное чувство наслаждения. Так говорит Господь Кришна в 11-й песне Бхагавата, по-моему, 9-й текст 20-й главы. Иоанн Кармани Курвита на невидияты явата. В этом стихе Господь Кришна говорит, что такой человек, который присытился материальными чувствными наслаждениями и развил в себе привязанность Кришны Катхе, он уже выходит за рамки материальных приписаний вед. Однако, что делают, как ведут себя такие люди, которые вышли за рамки приписаний вед, которые поднялись на тремя гунной материальной природы? На этот стих, на этот вопрос также Господь Кришна отвечает в Бхагавангите, когда Ржун задает этот вопрос, «А как ведет себя такой человек?» Так вот, в 11-й песне Бхагаватам говорится, что такой человек, который уже не должен следовать приписанию вед, уже освобожден от этой обязанности, им следует. Следует просто потому, что для него это естественно, так же, как естественно для хорошо воспитанного ребенка вести себя порядочно. Такой пример приводится в этом стихе. Так вот, поэтому третий принцип человечественной жизни – защищать коров, поддерживать броманическую культуру. Но самое главное, Шрила Пропада выделяет – стараться стать чистым преданным Господа. Без этого стремления, без этого желания стать чистым преданным Господа и защита коров и поддержание броманической культуры перестает со временем достаточно быстро быть полезным. Или, вернее, это остается полезным, но становится все сложнее и сложнее это делать. Поддерживать коров и защищать броманическую культуру – эти два принципа теряют свое содержание, теряют опору без наличия в обществе людей, которые стремятся стать чистыми преданными Господу. И браманы становятся браманами по рождению, а не по качествам. И защита коров превращается из служения Господу в обременительное и достаточно тяжелое дело. Об этом также говорится в 11-й песне Бхагаватам. В этом стихе говорится, что человек, который не видит высшую цель, при этом означает все веды шабды брамани. Шабда Брама назначает ведические знания. И тот, кто нишна там, кто утвердился в этом шабда брамани, то есть пропитался ведическим знанием во всех его аспектах, но при этом нишнает по вере идеи, при этом он не утвердился высшей цели, которую ведут веды, не хочет стать чистым преданным Господу. Об этом говорит здесь Шилл Випа также в комментарии. Такой человек, его усилия по изучению вед и применению этого ведического знания на практике сравнивается с усилиями человека, которые поддерживают корову, которую они дают молока. Бесплодное. Это означает, что человек просто содержит корову, которую нужно кормить, за ней выносить навоз, но она не дает молока. Это превращается в ритуал по поддержанию коровы, который может быть очень благочестивым, очень достойным, но при этом бесполезным, бесплодным. И точно так же человек, который изучает веды, но который не стремится стать чистым преданным Господа, становится вот таким содержателем бесплодной коровы. Все его усилия, в принципе, в большей или меньшей степени идут прахом. И поэтому Шилл Пруппада выделяет этот третий принцип. Из всех трех он говорит, самое главное стараться стать чистым преданным Господа. Став чистым преданным Господа, человек, естественно, становится браманом. Шилл Пруппада говорит об этом также в Майпуре несколько, сколько это было, 43 года назад, в 1977 году, на своей знаменитой беседе в феврале. Шилл Пруппад говорит, что, беседуя с Харишавари, с другими учениками, говорит, что они обсуждают, что преданные испытывают трудности в духовной жизни. Бывает такое, что преданные испытывают трудности в духовной жизни. И прападок говорит, что если они, кто-то сказал, ну вот преданные думают, что они уже трансценденты. И прападок говорит, если они трансценденты, то почему не падают? Почему исходят с принципов преданного служения, если они такие трансценденты? И потом он говорит, поэтому нужна варнашама. быть вайшнавом не так-то просто. Для того, чтобы быть вайшнавом не так-то просто. Иногда преданные, которые проталкивают систему принципа Варнашем, останавливаются на этой цитате, на этой части цитат, на этой части беседы, говоря, смотрите, Прабхаданная Вышество нужна Варнашема, чтобы преданным стать. Но Прабхада не так говорит. Он продолжает дальше, говоря, что на самом деле Канисхотхикари, человек, который развил себе веру в преданное служение Господу, он уже браман. Невозможно быть преданным, не став браманом. Очень интересно. Это как понимать? Это понимать следует так, что когда у человека появляется трансцендентная вера в преданное служение Господу, возникающая из общения с Господом, из общения с преданными Господа, сатам крипа, по милости преданных, благодаря служению и общению с преданными, у человека появляется трансцендентная вера, шада. Эта трансцендентная вера знаменует собой начало его трансцендентного положения преданного. И Прабхада продолжает дальше, что человек не может стать даже Канисхотхикари, не будучи браманом. Так вот, когда человек стремится стать чистым преданным Господа, это стремление начинается с развития веры в то, что чистое преданное служение – высшая цель жизни. Такое предное может думать, у меня, конечно, это не получится, у меня это никогда не выйдет, потому что это очень возвышенный уровень, чтобы стать такими святыми, как эти вайшнавы, я никогда не смогу. Знакомо вам такое чувство, дорогие предные, когда мы первый раз познакомились с вайшнавами и видим, ничего не видим, кроме сияния, их трансцендентных качеств, их улыбок, их абсолютно удивительного отношения к нам, всего того, что превратило нашу жизнь тогда в сказку. И мы захотели прийти в общество таких преданных и стать, если не такими же, как они, но, по крайней мере, стать кем-то близким к ним, рядом находиться с ними. Вот это, уже это, это вера в то, что, да, чистое преданное служение – это самая великая вещь на свете, я хочу его как-нибудь обрести. Вот она, такая вера, когда человек готов пожертвовать всем, чем угодно, ради этой цели, делает его преданным. И делает его браманом. Вот такой человек уже браман. Браман по качествам, по устремлению, и Шила Прабхупадана говорит об этом также в нескольких лекциях, на самом деле, очень часто говорит о лекциях, и в комментариях, и в письмах, говоря о том, что когда человек развивает веру в преданное служение, начинает служить Кришне, он становится уже браманом по функции. Потому что браман, само слово определение «браман» означает «браман, джанати, идти брамана». Браман, джанати означает тот, кто знает высшую абсолютную истину. И знает не теоретически, не книжно, а по сути. Мы можем понять, что мы знаем по тому, к чему мы стремимся, к чему мы прилагаем свои усилия. Вот это для нас является истиной. То, ради чего он готов тратить время, жизнь и усилия. И поскольку преданные кладут свою жизнь на то, чтобы служить Кришне, даже не верят, что у них получится, делают их браманами, потому что они верят в Кришну как высшую цель в своей жизни. И потом Шрила Пропада объясняет время инициации, это браманическое положение человека, вайшнава, который стал преданным благодаря своей трансцендентной вере, закрепляется духовным учителем. И Шрила Пропада говорит удивительную вещь. Вакамат, Елили, десятая глава, я не помню сейчас какой текст, 170 какой-то или 130 какой-то текст, где он говорит, что в момент получения посвящения у духовного учителя, истинно духовного учителя, человек становится браманом немедленно. И дальше он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что если духовный учитель не может сделать своего ученика брамана на момент посвящения, то он псевдо-духовный учитель, лже-духовный учитель. Лже-духовный учитель это не может сделать, а настоящий духовный человек, если может, и делает. Именно поэтому Шрила Бахстанта Сарасвати такур одевал браманические шнуры на своих учеников, что раньше не делали вайшнавы, напротив, они снимали шнуры с себя, как знак разрыва с материальной системой варнашами, в которой шнуры носили три и высших сословия, браманы, вайши и шудры, а браманы, вайши и кшатрии, прошу прощения. На Шрила Бахстанта Сарасвати такур стал одевать шнуры на своих учеников, показывая, что от какого и с какого бы сословия они ни происходили, они стали браманами, потому что развили трансцендентную веру в Кришну. Эта трансцендентная вера дается человеку очень и очень большими усилиями в течение многих и многих жизней. В этом стихе Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что бахунам джанманаманте после многих и многих рождений и смертей «Гьянован мам пропадет» и такой, обладая, развивший в себе знания, обрезший знания человек, Гьянован, мам пропадет и предается мне, понимая «васудэва сорвам идти», цитируя у моностроения такого человека, «идти» означает кавычки «васудэва сорвам», он предается мне, понимая, что «васудэва есть все». Это понимание того, что «васудэва есть все» не какое-то философское понимание, свойственное гьяне, который вот так вот философски понимает, что да, все исходит из него, все покоится в нем, все уходит в него потом, все поддерживается им. Не такое, не обязательно такое, скажем так. «Васудэва сорвамати» означает на практике, что человек готов подчинить всю свою жизнь служению «васудэве». Это означает «васудэва сорвамати». С этой точки зрения, преданные которой с утра до вечера служат Кришне, он «васудэва сорвамати». И дальше Господь Кришна говорит, «сама хатма судуралба такая духовная, такая душа встречается крайне редко, такая великая душа, ама хатма». С некоторым сожалению Господь Кришна говорит. Но Шелопрапада говорит удивительную вещь, опять же, много в многих своих наставлениях и в лекциях, и в книгах. Павлопадный говорит, да, такая душа встречается крайне редко, как правило, но мы теперь делаем такие души очень частыми. Или очень, как он говорит, в одной из лекций он говорит, мы этих махатмам лепим очень легко. Make them very cheaply. Мы делаем их. Кришна говорит, после многих-многих рождений, смертей, человек понимает меня как причину всего сущего, предается мне, и такая душа встречается очень редко. А Шелопрапада говорит, да нет, не нужно многих рождений и смертей. Мы за одну жизнь сделаем человека, за одну минуту сделаем человека махатмой. И таких махатм будет у тебя много, дорогой Господь Кришна. Мы будем их очень... Поставим их на поток, производство таких махатм. Все, что для этого нужно им, это общаться с теми, кто называет ее последователями Шелопрапады. Вот что нужно. И каждый, кто общается с последователями Шелопрапады, самим Шелопрапады через них, и через его книги, и лекции, и наставления, такие, как вот здесь в этом комментарии, становятся махатмой. Пока общается. Не нужно думать, что это необратимый процесс. Это процесс, к сожалению, обратим. Если мы перестаем общаться, перестаем поддерживать нашу связь с источником правильного духовного знания, с источником принципов цивилизованной жизни, тогда мы снова превращаемся в дуратум. Выбор по-прежнему за нами. Нас выбора никто не лишает никогда. И для нас это должно быть основанием к серьезности духовной жизни, к серьезности и ответственности за каждый наш шаг. Здесь мы находимся в Майяпуре. И в Майяпуре, в Гурукуле, в ведической Гурукуле, в Бхакти-Видиапурной слами, там живут мальчики, юноши, и их воспитывают быть сознательными. Мне рассказывали, я также был там и видел, как это все на самом деле происходит, мне рассказывали, что одним из важных элементов воспитания таких детей является сама атмосфера, сам как бы не атмосфера, а устройство этого ашема, в том числе и архитектура. Например, из одного жилого помещения, где живут эти ученики Гурукулы, в учебную аудиторию, и между этими корпусами или хижинами, где они живут, ведут мощенные камнями дорожки. Однако камни эти специально сделаны разного размера, разной формы и на разном расстоянии друг от друга, чтобы они, идя из одного места в другое, Гурукулы смотрели под ноги и несли ответственность перед собой и другими за каждый свой шаг. Вот к этой ответственности нас приучают самим фактом того, что мы свободны и всегда можем повернуть этот процесс принослужения вспять, если, конечно, того на нашу голову, на свою голову захотим. Но Шрилл Папада говорит, да, каждый, кто приходит в сознание Кришны, каждый соприкасается к нашим движениям, по милости Господа, читая не Махапрабу, становится Махатмой. Он становится великой душой. И таких великих душ в Кали-югу век принципиально не предназначен для Махатм, для Махатства, для развития Махатм, разведения, вернее, Махатм. Принципиально не подходит. Здесь все противоречит этому. Как если какое-то редкое растение, какое-то очень редкое и очень чуткое, как сказать, нежное и капризное растение, не нужно выращивать какое-то очень идеальное и подходящее для этого среде, поддерживать температуру, влажность, питать его правильным образом, подкормку ему давать, свет и так далее. Те, кто выращивает такие растения, у себя дома знают это. И если вы сажаете такое растение, какую-то неподходящую среду, то оно сразу чахнет. Так вот, каль-юга – это самая неподходящая среда для развития качеств Махатмы. Однако, по милости Господа Читания Махапрабу и по милости Шрила Пропада, его представители, его шаптя-веша-аватара, его воплощение, его милости, каждый может стать Махатмой даже в самой неподходящей для этого условиях, как сам Шрила Пропада пишет об этом. В читании Чиритамрити, в истории про Брамана Курму, которому гостил Господь Читания Махапрабу, несколько дней, и он сказал к Браману Курме, «Яридека та рекаха Кришна упадешь, всем, кого ты встретишь, говори о Кришне. Так ты станешь гуру, освободишь эту землю, поможешь мне освобождать ее». И Шрила Пропада говорит в одном из комментариев к серии этих стихов, которые Господь Читания обращает к Браману Курме, говорит, что на самом деле не так важно, где живет человек сейчас. Если он или она просто посвящает свою жизнь служению Кришне, проповеди сознания Кришны, распространение святого имени Господа, распространение книг о Господе Кришне и Господа Читания Махапрабу, и распространение Кришна Прасада, тогда любой человек может стать совершенным, преданным в любых условиях. И для него эти условия, окружающие его, будь ли это Баларамовка или Москва, или где-то еще посередине, между двумя этими полюсами, будет духовным миром. Не так важно, где он будет находиться, в любом, даже самом материалистическом обществе мира, в самом материалистическом городе мира, вернее, он будет жить, как на Вайкунхе. И мы видим, как благодаря этому благословению, Шрил Пропаду, вот совсем недавно, я проходя из храма сюда, в тот корпус, где я живу, в Майяпуре, я подошел к столу с книгами, на русском языке, там, один мой друг распространяет эти книги, помогает преданным их распространять, вернее. И одна книга выхватила мое внимание, привлекла чем улыбкой на лице, на обложке. Тоненькая небольшая книга в твердой обложке, и лицо, запечатленное на этой обложке, было удивительно привлекательным. Лицо одного молодого предного, который ушел из этого мира в 2015 году, присоединившись в движение, в 2010, по-моему, всего 5 или около того лет он встретился с предными, я могу ошибаться с датами, встретился с предными в 2006 году, насколько я могу понять. Ну да, в 2006 году он начал свой духовный путь, будучи 24-летним молодым человеком, до этого он был хиппи, музыкантом, гитаристом, и при этом ищущим, постоянно ищущим вот этой вот высшей-высшей цели, артхи. И потом он познакомился с предными и совершил стремительный прогресс, целиком посвятив себя самому важному процессу в этот век кали, воспеванию своих имен, личному воспеванию на четках и совместному воспеванию в форме Харина, Морасика Намправу. И на этой обложке удивительная улыбка. Блаженная улыбка, которая отражает это сияние духовного мира. Я помню, мне повезло, когда-то в Майяпуре, здесь несколько лет назад, когда он еще был жив, он ушел в 2015-м из этого мира, во время Харинамы, после Харинамы, спев свою самую последнюю Харинаму 23 февраля, как раз пять лет назад, в городе Сарапуле, где-то Кот-Ижевска. Есть видео этой Харинамы, сохранившиеся, может, я выложу ее в комментариях к этому сегодняшней трансляции. Все, кто соприкасались с ним, отмечали, вспоминали о том, что это было совершенно неземное пение. Он был совсем молодым преданным. Он не родился в брахманической семье, хотя его отец, хотя его мать и отец родители стали преданными, как я узнал из этой книги. Он не был воспитан в гуру-куле, не был в брахмачаре с детства. В общем, был таким, как мы. Просто благодаря своей трансцендентной вере, вложенной в него, Шриле Прабхупада и Ващнау, он стал чистым преданным. Это норма сейчас, дорогие преданные, а не исключение. Это норма. Каждый может стать таким чистым преданным. Просто благодаря вере и трансцендентной вере в эти простые дары, которые дал нам Шриле Прабхупада. Святое имя, в трансцендентные книги, которые он оставил нам, и в трансцендентной Кришны Прасад, и в общении преданных, среди которых петь имя, читать Бхагаватам, и принимать Кришны Прасад становится многократно более нектарным и эффективным. И вот я взял эту книгу в руки, увидев эту его улыбку на обложке, книгу, написанную его супругой Нарасим Химатаджи, и я не мог оторваться от нее. Я стоял, читал его короткая жизнь, ослепительная, как вспышка молнии, но содержащая в себе всю эту суть того, чем мы должны жить. Вот иногда нам нужно соприкасаться с такими преданными, которые за короткое время, воспользовавшись полна тем, что мы его так вот как бы имеем и не совсем, не всегда ценим, достигают совершенства сразу, на виду. И достигая его совершенства, они оказывают нам огромную услугу, огромное служение, вдохновляя нас следовать их же путем, говоря, давай, так же, как и я, ты можешь, ты должен, ты сделаешь это. Воспевай святые имена с верой. Воспевай святые имена на улице вместе с другими преданными, чтобы проповедовать другим. Недовольствуйся тем, что у тебя святое имя Господа есть. Если ты думаешь, что оно у тебя есть в форме джапы, но ты не распространяешь ее в форме харинама санкирта, она уйдет от тебя. Потому что Господь Читани Махапрабу сделал это правилом. Он сделал это законом этого века. Харинама санкиртаном совместное воспевание, с твоих имен, является югой дармой. А повторяя джапу, мы лишь удостаиваем себя участие в харинама санкиртане. И правильно мы ли повторяем джапу или нет, можно по-разному определять критерии. Кто-то заглядывает в себе в сердце и думает, освобождаюсь ли я от материальных желаний, спасаюсь ли я, достигали я духовный мир, развиваю ли я себе любовь, рада и Кришне и так далее. Все это правильные критерии, но не второстепенные. Главный критерий того, правильно мы воспеваем святые имена или нет, как говорил Павлопада, это появляется у нас желание воспевать его все больше и больше и с все большим и большим количеством преданных. Вот это главный критерий. И поэтому Шиладжива Гасвами говорит в Бактосиндарбе, что век кали, эвам калау, таким образом в этот век кали, даршита, говорится, эвам калау, калау, нама киртана прачара прабавена эва. Человек может только благодаря могуществу совместно проповеди святого имени Господа прабавена эва. Бхагавата параяна тва сиди даршита. Показывается, что только благодаря силе, могуществу чего? Проповеди святого имени Господа в век кали человек может достичь полной поглощенности мыслями о Господе. Как он достиг Расиканампробу? Рассказывает его супруга в этой книге, удивительный, как он был с языком сосредоточен на своем главной миссии, на своем главном служении воспевать святые имена. И поэтому он каждый день вычитывал жапу перед тем, как он пел хоринаму, чтобы, не дай Бог, не оставить святое имя Господа недочитанным, чтобы правильно служить ему. Он очень редко давал лекции, но когда он давал лекции, он говорил об этом с глубоким пониманием, глубоким пониманием того, куда он идет. Вот что главное в нашей жизни, дорогие Вайшнавы. Это цель. Это цель, о которой мы говорили вначале. Цель Артха, она. Цель – это смысл и это ценность. Три в одном. И поэтому Пропады говорит здесь, в этом комментарии, самое главное – стараться стать чистым преданным Господа. Потому что став чистым преданным Господа или стараясь стать чистым преданным Господа, как бы мы не оправдывали себя, свое нежелание стать чистым преданным Господа, недостижимостью этого уровня, нет оправданий. Каждый может стать чистым преданным, и каждый должен стать, потому что все остальное за нас сделали уже Госпочитание и Шила Пропада. Осталось только приложить небольшие усилия в форме желаний сделать это и в форме стремления к общению с теми, кто помогает нам сделать это. Вот это главное. И тогда, став таким преданным, человек, естественно, развивает в себе браманические качества, он становится браманом по качеству. Например, Джайананда Прабху, он был браманом, хотя он работал в самых, так сказать, небраманических условиях, общался с небрахманическими людьми. И даже Гайя Тримантру, когда ему дал Швилаппада второе посвящение, он не мог выговорить. Он взял этот листочек и пытался произнести за Швилаппаду слова Гайя Триманта во время посвящения и не мог. И фраман махнул рукой и сказал, ладно, повтори как можешь, ты браман. Вот это наше положение. Мы браманы по милости, как это называется. Есть люди, которые получают почетные степени докторов в разных университетах, обычно какие-нибудь политики или бизнесмены, пожертвовавшие большие деньги. Вот и можем стать таким почетным доктором, почетным браманом в движении Санкиртаны. Просто благодаря вере в процессы, вере в Швилаппаду и вере в миссию Господочитания Махапрабху. И тогда в таком преданном будут сами собой, ясиасте, бхакти, бхагавати, акинчина, сарвай, гунай, статра, самаса, тысу, ра, сами собой будут развиваться самые лучшие качества, браманические качества. Такой преданн должен стать честным, он должен стать порядочным, он должен стать чистоплотным. Это стремление должно появиться в нем, само собой, это критерий того, что он развивается правильно. Швилаппадна говорит об этом в комментарии к этому стиху, перечисляя в комментарии 26 качеств преданного. Ясиасте, бхакти, бхагавати, акинчина, перечисляя 26 качеств преданных в комментарии к этому стиху, 5, 18, 12. И затем он говорит, что, вернее, перед этим сперечным качеств Прабхупадна говорит, что только по этим качествам можно судить, кто вайшнав и кто нет. К кому удалось стать вайшнавом? То есть эти качества являются критерием того, что мы правильно развиваемся, как вайшнавы. Но развиваемся мы, как вайшнавы, не развивая в себе эти качества отдельно от премного служения, а вкладывая свою веру и усилия в процесс премного служения, из этого возникают все замечательные качества сами собой. Так же, как из корня растения поливая, развиваются все его части листья, ветви, цветы и плоды. И такой человек, естественно, образом будет защищать коров, как он будет защищать все живые существа и коров в первую очередь. Поэтому Господа Кришна называет намо браммане дэйвая го браммана хитая чая джагадхитая крышная го виндая намо намага. Мы поклоняемся Господу Кришне этой мантрой, когда мы предлагаем Ему пищу. Прабхупада говорит также об этом в своем комментарии. Здесь мы, наверное, уже не сможем на эту тему поговорить по поводу прасады, хотя важно было бы. Он говорит, что в такой последовательности Господь Кришна защищает Вселенную. Он защищает Вселенную джагадхитая. Джагадхитая означает «Я полоняюсь тебе, защитнику Вселенной», но он намо браммана, го браммана хитая чая. Он защищает Вселенную, защищая коров и защищая брамманов. И брамманов самым лучшим является Вайшнава. И таким образом, вкладывая свою защиту в коров и в брамманов, Господь Кришна поддерживает всю Вселенную через них. Брамманы совершают жертвоприношения. Они увлекают других в эти жертвоприношения. Яджины, яджина. Они патана, патана изучают веды и других учат ведам. И дана пратиграха, они получают или принимают пожертвования, что не является обязательным для брахманов. Некоторые чистые брамманы, в принципе, они не принимают никаких пожертвований и живут только тем, что приходят к ним само собой в форме того, что они найдут на поле, например. То, что они собрали женицы и так далее. Но, так или иначе, прападан говорит, не обязательно брамманов принимать пожертвования, но и обязательно раздавать пожертвования. Дана пратиграха. И эти брамманы являются как бы той смычкой, тем порталом, через который человеческое общество связывается с трансцендентностью, через исполнение привычных для них обязанностей, через жертвы, через обиде хороших качеств, через жертвоприношения, которые проводят брамманы, через изучение Священного Писания и через качество брамманов, что самое главное. Эту функцию сейчас в Кали-югу должны выполнять вайшнавы, которые благодаря своей трансцендентной вере в преданное служение и своей вере в Святое Имя Господа Ишима Бхагаватам развивают эти качества в себе и помогают им развить, помогают их развить другим людям. Вот. И поскольку именно эти брамманы и вайшнавы являются таким важным элементом защиты этой Вселенной Господом и Кришной, Господь оберегает их в первую очередь. И поэтому каждый, кто покушается на их положение, по этим я имею в виду, что каждый, кто совершает такое насилие по отношению к ним, совершает оскорбление в их адрес, сталкивается с гневом Господа. Как и будет описано в последующих стихах Ашима Бхагаватам, уже в следующей главе. Потомки династии Яду очень трепетно обращались с браманами. Здесь говорится там, как это было. Они приносили им изысканное блюдо, упитанных коров и все то, что нужно было браманам для их браманической жизни, браманических дел. Но поскольку они допустили в свое время, отпрыски династии Яду допустили в свое время вольное обращение с браманами, мы знаем эту историю про самбу, который переоделся женщиной, беременной женщиной, привязав к себе к животу кусок металла, пристал перед Ришей, сказав, а кто у меня родится, дорогие Риши? И ему сказали Риши, что родится у себя кусок металла, который станет, палец, который станет началом конца или концом династии Яду. Так и произошло. У него родилась эта палец, царь Убросена в страхе приказал ее раздробить и выбросить в океан. Оставшийся кусок, вместе с оставшимся недопеленным куском, кусок проглотила рыба, опилки прибились к берегу, выросли, как железный бамбук. И как раз вот там, в Прабасе, где теперь идет арестование, где отпрыски династии Яду, после того, как они поклонились браманам, поднесли им все необходимые дары, поклонились им до земли, потом они испили рисового вина, достаточно легкого алкогольного напитка, говорят знающие люди, они обхамелели, стали осыпать друг друга оскорблениями, взялись за оружие, и оружием, подвернувшимся под руку, стали для них те самые бамбуковые стебли, которые на самом деле были железными внутри. А рыба, которую, которая проглотила недопеленный кусок этой палицы, ее поймал рыбак, охотник, и сделал из нее, из этого железного наконечника, который, железного куска, который он нашел в желудке этой рыбы, сделал острие стрелы, которая попала в трансцендент лотосную стопу Господа Кришны перед его уходом. И таким образом весь клан династии Яду и все лилы Господа Кришны были уничтожены, как бы свернуты и отправлены обратно в духовный мир, или по всем их соответствующим изначальным местам жительства. Так закончилось проявление игр Господа Кришны в этом мире, но урок, который мы должны извлечь, есть много уроков из этой истории, но один из уроков Павпада в конце подчеркивает для нас, что хотя браханы прокляли этих потомков династии Яда только потому, что того желал сам Господь, поэтому они охмелели, поэтому самбе пришла в голову такая непочтительная шутка, поэтому они взялись за эти бамбуковые палки, перебили друг друга, поэтому эти бамбуковые палки проросли железным камышом, но Шрилопрапада подчеркивает, что это событие должно послужить для нас предостережением. Так или иначе кто-то общается с Браманой, Вайшнами должен помнить, что вольности в общении с ними чреваты очень серьезными последствиями, потому что хотя они сами очень кратки и смирены, никогда не склонны мстить за себя, но Господь Кришна относится к ним как к самому дорогому для себя, и поэтому мстит за них очень сурово. Большое спасибо, дорогие преданы, за ваше внимание. Мы уже час обсуждаем сегодняшний текст. Может быть, кто-то из вайшновов и вайшнови хочет задать какой-то вопрос. Это можно сделать в группе ВКонтакте, где мы ведем прямую трансляцию, также можно сделать в Тимспике, преданном, которые живут в общении Баларамовка. Матэжи Аштасаки Лила спрашивает, а что делать, если пугают бы часть от цивилизации основной на заботе о коровах? Это знания не хватает? Нет, не хватает опыта. Опыта не хватает, того, как это здорово. Мы городские жители, воспитанные на этой цивилизации консюмеризма, но я себя тоже к ним отношу, дорогие преданы. Не нужно думать, что я тут вам сейчас лекции читаю по защите коров, потому что сам я готов бесстрашно переселиться на ферму, где только коровами живут. Но поскольку мы привыкли к городскому образу жизни и мыслим себя по-другому, требуется время, чтобы мы могли постепенно привыкнуть к другому формату жизни. И более того, как Шиламу Кунду Махараш, он совсем недавно перед моим отъездом из Австралии проводил встречу с преданными из Китая, приехало много преданных из Китая в Австралию до вспышки коронавируса. И он читал для них лекции. И ответ на такой же похожий вопрос, который задала Матэжи Аштасаки Лила, Шиламу Кунду Махараш сказал, что есть формы такого постепенного трансформации нашей культуры в вот эту культуру аграрную, когда нам не нужно отказываться от каких-то так называемых благ цивилизации или удобств цивилизации сразу и резко. Более того, какие-то формы нашей технологической цивилизации могут вполне удачно сосуществовать с этой цивилизацией аграрной. И критерием того, какие формы этой цивилизации могут сосуществовать, одним из критериев является то, что можно воспроизвести на месте. Вот так удивительно, опять же, насколько прозролив, насколько гениален Бархасилл Павпада, видящий не только цель, но и также метод достижения этой цели, путь, который ведет к ней. Он постоянно подчеркивал в своих лекциях и в своем анализе современной цивилизации, что одним из ее слабых мест является глобализация, когда вещи, которыми вы пользуетесь, производятся на другой стороне земного шара. Сейчас, например, вся цивилизация в технологическом смысле зависит от Китая, как от самой дешевой фабрики по производству гаджетов, электроники, машин, всего того, чем пользуется постоянно, возьми любую вещь, и на ней написано «сделано в Китае». Один человек в Америке даже построил бизнес свой на том, что он стал делать какие-то достаточно простые вещи, типа сумок дорожных, и на ярлычке, который он вшивал туда, было написано всего лишь три слова «не сделано в Китае». И люди покупали уже за это эти вещи. Но поскольку Китай оказался этой массовой мастерской, массовой фабрикой всего мира, теперь вот эта вспышка достаточно незначительная по масштабам китайского населения, вспышка коронавируса, фактически весь мир поставила в страшную экономическую зависимость. То есть и рынки падают, и валюты там падают какие-то, курсы обрушиваются, и люди работы теряют просто потому, что в одном месте нашей планеты где-то небольшая вспышка достаточно легкого заболевания возникла. Правопады подчеркивают, что глобализация такого рода, она губительна в конечном счете для человека. Нужно ориентироваться на то, что человек может сделать, вырастить или сконструировать и поддерживать на месте, на своем, в какой-то окрестной местности. Может быть, не посредством своей деревни, но близлежащей местности, которая достаточно легко достижима, до которой легко добраться. Мы видим, как сейчас многие страны начинают переориентироваться на эту национализацию, когда они начинают делать вещи, которых нуждаются на месте. И вот эти анализы, анализ экономической модели, о которой я говорил сегодня, также ученые подчеркивают снова и снова, что это единственный способ для нашей национализации выжить, это максимально локализировать производство, максимально локализировать производство продуктов питания, и индустрии, и технологии, все это должно быть насколько возможно локализованным, чтобы зависеть от всех остальных во всех отношениях. Вот, и это критерии, по которым какие-то технологии могут быть полезны, какие-то, в принципе, становятся бесполезными. Можно производить электричество на месте, можно даже эти генераторы делать где-то недалеко, или, по крайней мере, не так сильно зависит от их ежедневного поддержания. То есть вот это все обсуждалось на этой встрече с китайскими преданными, у многих других беседных, которые были в Мукунду Махараджа. И поэтому мы, городские жители, можем вдохнуть с облегчением, от нас не будет требоваться перебываться в резиновые сапоги, и переодеваться в какие-то робы, и бегать за коровами. Однако мы видим, как среди преданных, вполне современных образованных, вполне технократических, сейчас это становится все более и более популярным, я бы сказал, или осознанным решением переезжать на землю и заботиться о коровах, заботиться о своем собственном пропитании, не зависеть от цивилизации настолько, насколько нас это заставляет она делать. И мы видим, как это происходит. Я мог много примеров привести, но я сейчас, наверное, уже не буду за отсутствие времени. И также интересная культурная, интересная экономическая, аграрная модель, которую Мукунду Махарадж тоже изучает и популяризирует, насколько он может, так называемое синтропическое возделывание агрокультур. Опять же, на ферме, на которой я жил, один преданный из Бразилии занимается этим очень серьезно. Это означает, что растения и животные, живые существа создают симбиоз и помогают друг другу в жизни. Например, какие-то растения, высаженные с другими растениями, служат естественными инсектицидами, отпугивают насекомых и вредителей, не позволяют им поселяться, тем самым уберегают урожай и уберегают нас от всех химикатов, которыми иначе нам пришлось бы пользоваться, чтобы защитить от вредителей пшеницу или кукурузу. И так далее. Этот преданный изучает, как эти культуры, высаженные совместно. И коровы также очень важная часть этой синтропической культуры своим навозом, удобрением, в том числе и какие-то продукты, получающиеся из-за поддержания коров, служат естественным инсектицидом. Например, ее моча, если правильным образом переработать, она служит естественным инсектицидом. Вот так иначе, я не буду удаляться, углубляться в эту тему, но, отвечая на ваш вопрос, хотел вас заверить, что не требуется от нас повального переезда на ферму. Однако понимать, что единственной альтернативой современной цивилизации является вот та, которая описана в Шинах Багово, там необходимо, чтобы когда цивилизация, в которой мы сейчас живем, в той форме, которую мы сейчас знаем, ее подойдет к своему какому-то финалу. Я не хочу звучать апокалиптически, тем более я знаю, с чего начиналось поселение Баларамовки в 2012 году, поэтому я не хочу говорить на эту тему так, не апокалиптически. Однако этот конец, финал этой цивилизации, как мы ее знаем, существует, и Шилл Попада специально заблаговременно приехал на Запад, чтобы дать людям альтернативу. И альтернатива эта может проявиться также в том, что люди будут готовиться к другому сценарию, экономическому сценарию, к модели, и сделать переход от этой к той максимально безболезненным для жителей этой земли. Отвечает на ваш вопрос Адамата Жаштасаки Лила? Спасибо большое. Я посмотрю, с вашего разрешения есть ли вопросы в группе. Дорогие преданные, которые смотрят эту трансляцию в группе ВКонтакте, также на канале YouTube, если у вас какие-то вопросы есть, вы можете написать их в чате, и если они сейчас есть там, то мы постараемся их также обсудить. В YouTube преданный по имени Дмитрий Черный задает вопрос. Если возникает трудность, как понять, где преодолевать, а где знак, что ты не туда идешь? Хороший вопрос. Говорит, мой вопрос пропал. Я, честно говоря, не вижу его. Может, вы могли бы его снова напечатать в чате, если вы слышите нас сейчас. Как понять, какие трудности преодолевать, и перед какими сдаваться, и не туда идешь? Можно эту тему, конечно, надолго размышлять. Есть много аспектов вашего вопроса, очень хорошего вопроса. Но есть очень простые критерии в духовной жизни. Если духовный учитель Вайшнавы и Господь Кришна через духовный учитель Вайшнавы говорит нам о том, что нужно двигаться туда-то и прилагать усилие к тому-то, тогда все трудности на этом пути, на пути достижения той цели, которую они для нас установили, следует считать ступенью, ведущими к успеху. Вот так. То есть они сказали нам, что нужно сделать, и уже не вопрос, сделать это или нет. Вопрос, как и каким путем туда прийти. И примером тому может служить жизнь Шрилы Прабхупады, которому духовный учитель сказал проповедовать на Западе в 22-м году, а начал проповедовать на Западе Шрилы Прабхупады в 65-м, 43 года спустя. И когда у него спросили, почему вам потребовалось больше полужизни, чтобы поехать, Прабхупад сказал, что я должен был подготовиться. Это важная, очень сложная задача была, я к ней все это время готовился. Точно так же Шрилы Бхактина Атакуру, опять же здесь в Майяпуре, я сейчас вот смотрю в окно, по направлению его дома, Сукада Кунджа, где он жил, через Джаланги, и из окна, с крыши Картора, вернее, с крыши этого здания, Шрилы Бхактина Атакуру видел сияющее здание, в месте, где сейчас стоит Йога Питх, место явления Господа Читания Маха Прабхуп. И о том есть предыстория, Господь Читания, насколько я помню из описаний, из автобиографии Бхактина Атакуру, с Валикитой Дживани, Шрилы Бхактина Атакуру пишут, что в какой-то момент он захотел отойти от дел, захотел уехать во Вринда, он стал преданным, ну как бы проявив себя как преданный, потому что Шрилы Бхактина Атакуру являл лилу духовных поисков, скажем так. И потом он нашел своего духовного учителя, стал следовать всем этим ващенавским принципам, он стал Тилыку носить, Кантхималу, вот это он не делал этого, потому что не был еще посвященным, не был инициированным. И рассказывает, что он в своей автобиографии, он говорит о том, что он захотел уехать во Вриндауна и посвятить свою жизнь Бхаджу на Татья от дел. И во сне к нему пришел Господь Читания Маха Прабхуп и сказал, Бхактина, ты не должен делать этого, ты должен вернуть, найти место моих явлений, ты должен восстановить Майя Пур, вернуть его снова. Я не помню точно слов, которые Господь Читания сказал ему, но он дал ему задачу, он дал задачу ему найти место своего явления. И эта задача увенчалась успехом. Однако Шил Бхактина Такур вспоминает, что как только я приступил к выполнению этого приказа Господа, то как будто весь мир на меня получился, все, что могло пойти не так, пошло не так. И он заболел, и были трудности на работе, и в семье его тоже были трудности различные. Но Шил Бхактина Такур пишет, что эти трудности являются хорошим признаком, иначе я двигаюсь в правильном направлении. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Дмитрий, если цель для нас определили чистые преданные, и наш Духовный Учитель, всех чистых преданных, для нас самым главным является Духовный Учитель, и служение, которое Духовный Учитель оставляет нам и дает нам, является самым главным нашим служением. Шил Аджива Гасами пишет в Бхактине Сандарби, что если возникает конфликт между тем, что от нас спросят Вайшнава, и тем, что от нас спросят, о нас ожидает Духовный Учитель, нужно делать то вначале, что нас спросят Духовный Учитель. Нельзя поклоняться кому-то или выполнять чьи-то еще наставления, если они везут в разрез с наставлением Духовного Учителя, так он говорит. Разумеется, в нашем обществе, в движении сознания Кришны, в обществе, как его называют, на английском, Малтигуру Сосайти, то есть в обществе Мультигуру. Много гуру, много и Шикши Гуру, есть и Дикши Гуру, есть президенты храмов, которые отвечают за нашу духовную жизнь также. Но тем не менее, есть определенная иерархия ценностей. И также среди наставлений Духовного Учителя, которые нам дает, есть также иерархия ценностей, иерархия важности. Самым главным из всех наставлений Духовного Учителя является, угадайте, что? Шилл Папада пишет в читании Чиритамити, является наставлением повторять приписанное число кругов в Махамадре Харе Кришне каждый день. Это самое главное. И всем остальным можно пожертвовать ради этого, если у нас не получается совмещать одно и другое. Папада говорил, даже не ешьте, не спите, если вы не можете закончить свои 16 кругов, вы должны сделать это любой ценой. Но суть в том, что если они определяют для нас какую-то цель, духовную цель в форме своих наставлений, тогда любые препятствия на этом пути, и наши с вами, Дмитрий, усилия по преодолению этих препятствий являются компонентом или элементом нашего духовного роста. И сворачивать при этим препятствиями нельзя. А в других случаях, в случае с какими-то материальными обязанностями, связанные там, Рупа Гасами говорит в «Нектаре наставлений», в «Падышамрите» говорит прояса. Прояса — один из разрушительных факторов духовной жизни. Шесть видов деятельностей, которые разрушают бхакти, одним из них является прояса, что означает чрезмерные усилия ради достижения материальных целей. Поэтому в материальном смысле преданные могут быть достаточно пессимистичны. А в духовной жизни они должны быть весьма оптимистичны. И здесь нужно сделать одну важную оговорку. Преданные иногда слишком резкую границу проводят между тем, что они называют материальной жизнью и то, что они называют духовной жизнью. Я говорю об этом, потому что иногда преданные забывают, что, например, если они живут в семье, то поддержание семьи является их долгом, их обязанностью. Если семья вайшнавы, особенно, если они вайшнавы, то обеспечивать их всем необходимым, зарабатывая на жизнь честным, ну, скажем так, максимально честным, из возможных путем в наш век, это довольно... Это нужная необходимая оговорка. Это долг. Это долг. И скидывать его с себя нельзя преждевременно. Поэтому Шилы Бхактина Такур пишет, что для вайшнавы, который зарабатывает таким образом на жизнь, прилагая усилия, он даже может стать профессионалом. Нет такого правила, что вайшнавы должны быть дилетантами во всем. Нет, они могут быть профессионалами. Но что делает их отношение к такой, так называемой материальной деятельности, правильным? Они не верят, что, выполняя ее, он может стать счастливым. Она необходима. Нужно делать все качественно. Но она не является источником счастья. Как бы нас не убеждали в этом иногда, как их называют, просветители, психологи, эрувидисты и прочие замечательные люди, которые пытаются нести свет знаний, ветв массы. Но вот во всей этой деятельности, самой по себе в отрыве чистого преданного служения смысла и счастья нет. Только насколько она помогает чистому преданному служению и помогает нашему общению с чистым преданным, с чистым преданным, настолько она имеет ценность. И в этом смысле все может найти свою ценность. Даже такие бытовые вещи, как, ну, я часто привожу пример, потому что это делает каждый чистку зубов. Мы чистим зубы каждый день, но чистка зубов не делает нас счастливым. Это не главное, чем мы живем. Или омовение, о котором мы говорили сегодня. Мы должны принять омовение, должны почистить зубы, вернее, наоборот, начали по чизу, потом принять омовение и так далее. Сделать все то, что нам необходимо с утра, чтобы быть социально приемлемым человеком в том обществе, в котором мы потом выйдем с утра. Придем на Мангаларати, например. Мы не хотим, чтобы мы придем на Мангаларати, замечали, что предные оглядываются и принюхиваются. Откуда все этот запах идет? Нет, история так отодвигается постительно от нас в стороны. Нет, мы должны быть социально приемлемыми людьми, и для этого необходимо поддерживать чистоту. Более того, Шивопрападнам говорит, что не сделав всего того, что мы должны сделать с утра и потом принять омовение, мы даже в Харе Кришна мантру не можем повторять толком. Предные, находящиеся за пределами гонматериальной природы, могут, а мы — нет, потому что они на нас влияют. Поэтому это часть, но это не цель, это не источник счастья. Поэтому вот к таким обязанностям второстепенным нужно тоже относиться добросовестно, но главное отличие наших отношений, нашего отношения к этим обязанностям второстепенным, или у падгарми. И отношение к предному служению заключается в том, что в этом случае мы не считаем, что это источник счастья, а в том мы считаем. В этом отличие. Но и то, и другое можно относиться, можно делать одинаково добросовестно. Однако, когда возникает конфликт между одним и другим, тогда нужно принимать предное служение. Пример. Шива Пропадный написал нескольким своим ученикам в письмах. Я читал эти письма, они есть, их можно найти. Он говорит в Брамананде, например, что касается вопроса, что делать, совершать омовение или приходить на мангаларати. Шива Пропадный говорит, что если ты опаздываешь и никак не можешь успеть совершить омовение, преданные в те времена жили в условиях, когда была там одна ванная на 30 человек, например, или что-то в этом роде. Если ты не успеваешь, тогда ты можешь, Пропадный говорит, я цитирую слова, омыть лицо и руки, сполоснуть рот, сполоснуть ноги, как-то привести себя максимально чисто и за такое короткое время состояние прийти. Это важнее, чем пропустить. Важнее прийти на мангаларати в путь таком, еще в условно чистом состоянии, чем не прийти вообще. Его слова. Или преданные повторяют гайдри, дороги, если нет возможности помыться в поезде, они как-то приводят в максимально чистое состояние и проводят, и повторяют гайдри в таком виде. Или пуджи проводят. Более того, Шрила Пропадов говорит в одном из писем, что женщины, я не буду говорить об этом, он проводит различия между смартовичаром, то, что он называется смартовичар, и смартовиди, и госвами види. И он говорит, что требования чистоты в смартовиди и госвами види отличаются. Потому что госвами види ставит во главу угла чистое преданное служение. Поэтому он говорит в одном из писем, что женщины вот в некоторые дни не могут по смартовиди совершать поклонение божествам и готовить, однако госвами види допускает это. Но лучше этого не делать, он говорит. Лучше этого не делать, однако, если страдает поклонение божествам, можно делать это. То, что категорически запрещает, согласно смарта или смрите види. Поэтому я немножко слишком пространный ответ дал на ваш вопрос, Дмитрий. Но суть в том, что в преданном служении мы ориентируемся на те цели, которые задают для нас Гуру, Кришна и Вайшнавы. И прилагая усилия по достижению этих целей, мы не должны считать препятствия на этом пути основанием для того, чтобы прекратить усилия. А в материальной жизни, во-первых, мы можем быть и должны быть добросовестными, исполнительными и обязательными в том, что является нашей предписанной второстепенной дармой. Но при этом мы можем жертвовать этими второстепенными обязанностями ради высшей. Вот так примерно. Отвечает ли это на ваш вопрос, Дмитрий? Вот еще появились вопросы. Считается, что человеческое тело – это высшая эволюция живого существа, и что, перерождаясь, мы переносим свой опыт на следующие. Почему так много плохих людей и садистов? Как они получили человеческое тело? Неужели это в прошлой жизни они достойные существа, которые так испортились? Нет, иногда бывает, что мы испортили им жизнь, они рождают, эти садисты, чтобы испортить теперь нам. В ответ. Вот об этом речь идет. Часто это насилие, которое мы испытываем со стороны других людей, лишь зеркало того насилия, которое мы совершили по отношению к нам. К ним. И почему мы были садистами в прошлой жизни – вопрос к нам, к каждому из нас. Вопрос от старшего предного слышал, что века ли по милости Господа Шива разные демоны, привидения и прочие получили человеческие тела, чтобы получить возможность вернуться к Богу. Так ли это? В четвертой песне Бхагава там говорится о том, что… Четвертая песня, я сейчас вспомню. «Стори детей». Четвертая песня, да, четвертая песня. Или в третьей, в третьей песне, прошу прощения, описано. Рождение Хиранякши, Хиранякашипу. И там говорится, там Шива пропады, и сам Бхагава там говорит, что Господь Шива, сопровождаемый свит из своих, этих гоблинов, духов привидений, он ищет, куда их внедрить, где дать им человеческие тела. И век кали все, на самом деле, стремятся получить человеческие тела, потому что за очень короткое время, за одну жизнь, опять же Шива пропады, очень последовательно говорит в своих письмах, наставлениях, в книгах о том, что человек… И он повторяет одни и те же слова очень часто. Я даже небольшой поиск сделал несколько дней назад, где он говорит, человек может transferred to Кришналока, перенестись к Кришналоку за одну жизнь, immediately, немедленно. И этот метод Санкиртана делает век кали, который во всех остальных отношениях является совершенно непригодным для жизни человека, целлюзованного человека, делает желанным для полубогов и всех остальных, потому что за это время можно, за одну короткую жизнь, можно вернуться обратно в духовный мир. «Калимсабаджатамарья», говорится в Шиманбхагово, там люди достойные, цивилизованные, люди поклоняются ее ку-кали, потому что в этот век можно уйти в духовный мир за одну короткую жизнь. Недостижимое совершенство в прошлой эпохе. Да, вы спросили, где-то в шастрах описано, по крайней мере, вот, насколько я помню, в третьей песне Шиманбхагово, там говорится о явлении «Хиранякши и Хираня Кашипу», и там можно прочитать про то, что предшествовало этому. Там есть история про Дити и Кашьяпу, которые, Дити, которые, у которых родились с Хираня Кашипу и Хиранякша, и там описывается, почему это произошло, из-за того, что Господь Шива в этот век, в это время странствует, в неподходящие для зачатия детей странствуют, чтобы внедрить свои последовательные в человеческие формы. Распространение знаний о Кришне и Хиранаме воспевания с того имени Господа приравнивается Хиранами. Распространение знаний, настолько, насколько мы, распространяя знания, сами участвуем в Хиранами, иначе наше знание будет теоретическим. Саша смирно задает вопрос. Необходимо участвовать, иначе наше знание будет теоретическим. Мы не будем верить в то, что мы будем говорить другим. Но если мы участвуем, то мы будем верить, и мы будем с этой верой давать знания другим о том, как здорово участвовать в служении Кришне и в Харинама Сан-Киртане. Это знание будет реализовано. И давайте я последний вопрос посмотрю. Есть ли у нас вопросы в группе? Сейчас. Да, этот вопрос уже. На эти вопросы мы уже постарались ответить. Дорогие преданцы, с вашего позволения мы на этом закончим, потому что мы уже полтора часа ведем эту трансляцию, и наше время уже исчерпано. Большое спасибо вам за возможность общения с вами из такого святого места, самого святого. И его святости, и его святости будут все более и более проявляться в этом мире. И сейчас вот с строительством этого удивительного храма. Совсем недавно, несколько дней назад, две недели назад открыли первый этаж этого храма для посетителей, этаж для Пуджари, храма ведического планетария в Майяпуре. И там на одном этаже для Пуджари можно потеряться без путеводителя. Вот это удивительный проект, с которым Шри Пропада связывал переломный момент в проповеди сознания Кришны во всем мире. И когда он откроет этот храм, и когда преданный наполнит его содержанием своим присутствием, своей верой, своим воспеванием остальных имен, служением Господу Радамадове и Нарасимхадову Панчататве, с этого момента Шри Пропада говорил, начнется переломный момент в распространении сознания Кришны по всему миру. Поэтому большое спасибо вам за то, что вы дали мне возможность обсуждать с вами и с Шримад Бхагаватом из этого замечательного места. Харе Кришна. Шри Пропада. Ки-джай. Гранта Раджа. Шримад Бхагаватом. Ки-джай. Горо. Преима. Гранта. Гранта. Продолжение следует...